Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы с вами продолжаем изучать Пиркея Вод и пусть весь духовный импульс, вся духовная сила наших уроков поможет Израилю победить в войне, чтобы настал мир. Говорит нам третья мишна третьего раздела Пиркея Вод. Раби Ханина сын Тардиона говорит, двое, которые сидят за столом, занимаются там, не знаю, играют в шахматы и не обсуждают слова Торы. Вот у этих двух ребят есть статус Мошавлейдим. Мошавлейдим это когда вот сидят такие люди, которые вообще в Бога не верят, пошутить, посмеяться. Такие полугрешники. Поэтому нужно всегда обсуждать что-нибудь святое, какие-то слова Торы, что-то хотя бы морально-нравственное, чтобы как-то развиваться духовно. Ты встретил человека, о чем ты с ним говоришь? Обменяйся с какими-то мыслями про Бога, про служению Бога. И он приводит стих из Торы, который доказывает его слова. Но двое, которые сидят и они обсуждают Тору, обсуждают Бога, Всевышний спускается к ним и называется... Вот то, что они сидят вместе, это уже не просто посиделка и не дай Бог не посиделка грешников. А что-то такое вот святое, потому что они обсуждали Тору. Спрашивает Мишна, хорошо, а если я один сижу, мне можно хотя бы не думать про Бога? Нет, даже если ты один сидишь и ты занимаешься Торой, Всевышний тебе дает большую награду. И приводит нам Писание, что так написано, один. И если двое обсуждают Всевышнего, это что-то вау. Всегда, когда мы занимаемся любым процессом, первым делом подумайте про Бога, скажите что-то святое, а потом продолжайте заниматься своими делами. Ну, освещайте, освещайте все ваши действия, все ваши процессы, которыми вы занимаетесь. Четвертое Мишна. Раби Шимон говорит, трое, которые ели за столом и не обсуждали Тору, как будто бы съедали какое-то вот человеческое жертвоприношение. И наоборот, и приводят все слова, которые говорят мудрецы, они приводят стихи, я их не сильно расшифровываю, это кому будет интересно, потом посмотрят какой стих, как мы это все видим, какое именно Писание. Трое, которые были за столом, и у них была вкусная, прекрасная трапеза, и они обсуждали слова Торы, слова про Бога, как будто бы ели со стола Творца, как будто бы Творец с ними лично пришел, сел с ними за стол. Вот стол перед Богом. Как важно всегда, особенно когда есть застолье, освещать это словами Торы. Спасибо огромное за внимание. Продолжение следует...